Всем привет! Мы сегодня с вами продолжим рассматривать, как умение думать, использовать свой мозг по назначению, может быть для вас мега выгодно во всех отношениях. И сегодня я хочу рассказать вам о бизнес-брейне, продукте, которым я, в общем-то, предлагаю вам принять участие уже в эту пятницу, 19-го числа, если я не ошибаюсь, у нас пройдет первый прямой эфир на эту тему. Ну и для того, чтобы не быть голословной, я хочу показать вам, как, собственно, вот этот навык думать применяется в вашем бизнесе. Я провела недавно небольшой опрос, узнала, что многие из вас занимаются предпринимательством. Я хочу открыть вам секрет, что, по сути, каждый человек является предпринимателем, потому что каждый из нас продает свои навыки и умения. Либо продает их в собственном бизнесе, например, я провожу обучение, это мой бизнес. Либо же продает их своему работодателю. Потому что, если вы идете на какую-то работу, вы продаете свои навыки и умения работодателю. В зависимости от того, насколько у вас есть классные навыки и умения, и насколько круто вы умеете их продать, вы, собственно, и получаете свою заработную плату. И если вы идете на какую-то работу, где потолок этой заработной платы существует, не знаю, например, там, 10 тысяч гривен, то это говорит о том, что вы так себе развиты в своих навыках и умениях и так себе можете себя продать. Потому что, например, навык продавца, кто-то продает в сельпо за 5 тысяч гривен зарплату, а кто-то продает большим компаниям, которым приносит много-много денег, потому что вы крутой продавец. А продавать, по сути, это мощнейший навык, который существует. Ну, давайте теперь перейдем к предмету. Итак, я провела небольшой опрос, в котором задала вам всего несколько вопросов. Что вы продаете? Как вы думаете, что вы продаете на самом деле? И, то есть, точнее так, как вы думаете, что клиент у вас на самом деле покупает? И третий вопрос, что вас отличает от других? Вопросы достаточно банальные. Но именно качество ответа и понимания ответов на эти вопросы и делает вас богаче или беднее. И хочу вам сказать, что ответы, которые я получила, я ни в коем случае не хочу никого обидеть, показывают, насколько навык думать вы еще можете в себе развить, а следовательно приумножить свои деньги. Ведь деньги всегда являются показателем того, насколько вы в чем-то хороши или пока еще не хороши. Итак, давайте посмотрим, что же вы отвечали и какие ответы мне бы хотелось, чтобы вы на самом деле могли дать. Что вы продаете? Итак, курс по снижению веса и сбалансированному питанию. Вы знаете, вот никогда мне в жизни не хотелось купить курс по снижению веса. Мне хотелось купить тело своей мечты. Мне хотелось купить навык круто выглядеть. Мне хотелось купить уверенность, которая будет отражать меня, потому что я круто выгляжу. Но ни один курс мне не нужен. Например, я не продаю вам участие в моем брейншторме, потому что вам оно нахрен не надо. Но я предлагаю купить вам деньги, которые вы 100% получите и приумножите, когда немного покачаете свой мозг в группе с другими участниками и со мной, которая сможет показать вам, как много в вашем бизнесе вы не замечаете, а следовательно, как много денег вы теряете. Я продаю косметику, которую делаю сама. Вам нужна косметика от девушки, которая делает ее сама. Нам вообще не нужна никакая косметика. Мы покупаем разные вещи. Мы покупаем возможность стать красивее. Мы покупаем большие выразительные глаза. Мы покупаем молодую, ухоженную кожу, которая наполнена коллагеном и молодостью. На крайняк мы покупаем суперкрасивый тюбик, который нам приятно достать из косметички и сделать свои глаза особенно выразительными, а свою кожу особенно матовой. Но косметика, которую кто-то делает сам или как-то иначе, нам вообще не нужна. Чувствуете разницу? Я покупаю, продаю, пишет прекрасная девушка, торты и пряники ручного роспусу. Мы не хотим ни тортов, ни пряников ручного роспусу. Давайте подумаем о том, что мы покупаем, когда мы покупаем торт. Это может быть суперкрутой подарок своему любимому мужчине, например, с какой-то супернеожиданностью. Это может быть украшение нашего праздника с любимыми героями нашего ребенка. Это может быть все, что угодно. Но сами по себе торты и пряники ручной работы нам не нужны. Нам нужны супергерои наших любимых детей. Нам нужны суперподарки, которые мы можем подарить другим детям, для того, чтобы они отпраздновали день рождения нашего ребенка. Нам нужны эмоции, нам нужны супервкусы, нам нужен супервау и суперудовольствие в завершении дня, таком как торт, да, это всегда какое-то завершение, кульминация. Но сами по себе торты нас не особо интересуют. Себя и свой контент. Вы и ваш контент, сейчас будет разочарование, нахрен никому не нужны, как и я со своим контентом. Еще раз, люди не покупают меня и мой контент. Люди покупают результат, который я даю. Например, в данном конкретном случае я даю прокачанный мозг, который даст вам больше денег, больше возможностей для продажи, лучшее понимание своего бизнеса для чего? Для того, чтобы больше заработать. А я и мой контент, даже если они офигенные, вам, к сожалению, не нужны. И если я этого не буду понимать, и буду продавать вам себя и свой контент, вы никогда меня не купите. Вот так устроен наш мозг. Чутевое мистецство. Мистецство может быть очень чутевым, но нам нужно, чтобы за него платили деньги. Поэтому важно понимать, каким образом это чутевое мистецство связано с клиентом, что оно в нем будоражит. Страсть и секс, желание чувствовать себя, я не знаю, суперкрутым. Тут важно разбираться. Но чутевое мистецство само по себе я никогда не куплю, потому что я даже не понимаю, что это. А вот украшение, не знаю, своего дома чем-то страстным, огонь дополнительной страсти в свою спальню, возможно, нужно креативить и качать. Само по себе нет. Корсеты, платья, знания. Представляете? Продает человек в одном. Корсеты, платья и знания. Корсет, это для меня нечто связано с сексуальностью и с чем-то очень будоражащим. Сам по себе корсет мне вообще не интересен. А вот возможность чувствовать себя желанной или возможность чувствовать себя хозяйкой, не знаю, мужчины, возможно, мне это будет интересно, как вариант. Платье, это очень расплывчатый, очень расплывчатый образ. Например, мне очень нравится один из украинских брендов, который сделал очень четкое позиционирование в одежде. Одежда, которую мы покупаем для путешествий, для отдыха, для вакейшн. Согласитесь, совершенно другой гардероб нам требуется, когда мы отправляемся куда-то на острова или даже на море. Абсолютно другой. И когда у бренда появляется четкое позиционирование, что это гардероб, именно, который мы берем с собой в отпуск, это мега классно. Платья, которые сшются, которые разлетаются, которые безумно красиво смотрятся на фотографиях, которые очень легко носить, но которые мы вряд ли наденем здесь в город, ну, по крайней мере, крайне редко, это мега классная УТП-шка. И это очень понятно, что здесь продавать и как отстраиваться от всех других. Просто платья их миллиард. Онлайн-новчание. И еще раз, онлайн-новчание никто не купует. Мы покупаем деньги, мы покупаем возможность роста, мы покупаем отношения, мы покупаем новые связи, мы покупаем новые инструменты, но онлайн-обучение мы точно не покупаем. Это всего лишь форма, не более. И пока вы это не понимаете, ничего не происходит. Дальше я спросила, как вы думаете, что на самом деле покупает клиент, подразумевая именно те ответы, которые я дала. И вы снова написали мою энергетику и мой результат. Никому не нужна ваша энергетика и ваш результат. Еще раз, клиенту нужно красивое тело, ему нужны деньги, ему нужны клиенты новые. Он идет за этим, а не за вашей энергетикой и вашим результатом. Да, это может быть и будет играть некий ключ в решении, но он покупает не это. Это всего лишь дополнительный бонус. Как бы мне не нравилась коробка от платья, покупать я буду платье, а не коробку, понимаете? Как бы мне не нравился магазин, но я могу по нему походить, но если мне не нужна вещь и непонятно, какого она мне нужна, я вряд ли там что-то стоящее куплю. Удовольствие для себя. Ну, возможно, удовольствие для себя, но это очень расплывчатое понятие, и вам очень сложно продавать удовольствие для клиента, если вы четко не понимаете, от чего это удовольствие и что это за удовольствие. Ваши расплывчатые ответы не дают вам возможности создавать и продавать что-то очень четко, ясно и понятно. А сегодня клиент не покупает, когда он не понимает, что вы ему продаете. Я бы могла вам сейчас рассказать, как много положительных эмоций вы получите во время брейншторма. Как круто это, как это вас замотивирует, как это откроет у вас новое дыхание и миллион крутых идей. И все это действительно произойдет. Но самое главное, что я хочу, чтобы вы поняли, что происходит во время брейншторма. Это новые решения для конкретной цели. Для увеличения ваших денег. Для увеличения вашей прибыли. И поэтому любой бизнес-продукт, который я продаю, я всегда говорю только об одном. Вы получите больше возможностей и больше реальных, конкретных денег. Потому что когда мы с вами варимся в информации про деньги, про то, как сделать лучше, про то, как улучшить свой продукт, про то, что вообще я продаю, когда мы анализируем источники продаж, как я вообще совершаю эту продажу, как человек знает о том, что я продаю, как он это понимает, как он совершает оплату, как он принимает решение, что у него происходит, когда он слышит о моем продукте. Есть ли у него вообще такое желание? Когда мы этого не понимаем, мы не можем это продать. А если мы не можем это продать или продаем это плохо, денег у нас становится меньше. Поэтому я приглашаю вас на Брейншторм. Это формат прямых эфиров, двух, которые будут проходить две пятницы подряд. Первая пройдет в эту пятницу, 19 мая, где у нас будет такая групповая-личная консультация. Вы начнете участие в этом Брейншторме с заполнения анкеты, где вы заполните все про свой бизнес, всю ключевую информацию, которую мы будем использовать во время разборов на этом Брейншторме. Вы сможете задавать вопросы и получать ответы. Вы будете видеть, как раскладываются и разбираются другие бизнесы. В вашу голову будут приходить идеи, цель которых будет одна – увеличить вашу прибыль. И я вам даю 100%, что каждый, кто придет на этот Брейншторм, получит для себя как минимум 5 конкретных решений, каким образом и что вы можете и будете делать для того, чтобы ваша прибыль выросла, чтобы ваших клиентов стало больше, чтобы клиенты были довольны, понимали, что они покупали, хотели это купить и напрямую делали это. Ваш мозг – это очень классный инструмент, но если мы его не прокачиваем, если мы не учим его думать, если мы его не расширяем, не выходим из привычной картины мира, мы остаемся там, где мы есть. Всю детальную информацию я оставлю вам в ссылочке в шапке профиля. Вы можете перейти по этой ссылке, прочитать всю информацию и записаться по ранней стоимости. Я буду рада вас всех видеть и покажу вам, как, используя достаточно простые инструменты, вы можете находить мега классные решения. И мы будем делать это вместе с вами.